Самый объективный современный экономист Башкортостана Рустем Шахметов на минувшей неделе сообщил нам о том, что Республика Башкортостан стала единственным регионом в ПФО, в котором баланс миграции неуклонно снижается под натиском безусловной заботы дорогого Радия Фаритовича о жителях региона. И это не единственная демографическая проблема. Согласно опросу, проведенного по всей Российской Федерации, примерно 40% женщин отказываются рожать детей по причине нестабильной социально-экономической и политической обстановки в стране. Конечно же, это не может не волновать власти Российской Федерации. И вот это безответственное отношение женщин фертильного возраста вызвало ряд высказываний. Например, федеральный министр Мурашко объявил безответственной, да и сказать можно безбожной позицию женщин, стремящихся сделать сначала карьеру, потом заработать себе на жилье, на коляску, и только потом рожать детей. Господин Мурашко недоумевает, почему российская женщина не согласна рожать ребенка в нищете. Естественно, не могли остаться в стороне и башкирские чиновники. Министр труда, семьи и социальной защиты Ленара Иванова решительно поддержала свое московское начальство и в эфире канала «Аспекты» заявила, что если Бог дал ребенка, то даст и средства на его содержание. Тем самым госпожа Иванова непрозрачно дала понять роженицам Башкортостана, что от ее ведомства не стоит ожидать никакого вспоможения, и, как говорится, рассчитывать можно только на Бога. Понятно, что Ленара Хакимовна уже давно освоила все федеральные и региональные средства, все бюджеты, как говорится, расписаны по полочкам, и роженицам действительно рассчитывать не на что. У меня только вопрос, зачем Ленара Иванова вообще вылезла в медийное пространство? Ну, пилите тихонечко в тишине, Ленара Хакимовна. Великий колумбиец Габриэль Гарсия Маркес говорил, «Правда побеждает несправедливость». Я с ним полностью согласен, и потому считаю, что помогать правде не только приятно, но и выгодно. Финансируя наш канал, вы получаете не только моральное удовлетворение, но и достоверную информацию, а значит, совершенно практическую пользу. Помогать нашему каналу можно, перечисляя посильные вам средства на расчетный счет, который мы показываем каждый раз в эфире и который публикуем в описании под каждым нашим видеороликом. Жители республики с небольшим опозданием, узнавшие о том, что, оказывается, у нас недавно прошли выборы, кинулись обсуждать новый, необычный состав госсобрания Курулта республики в социальных сетях. Там не было предела изумлению, даже иногда возмущению от наличия в госсобрании нерусскоговорящего американца, несмешного карикатуриста, ведущей БСТ, которая любит позировать на мотоциклах нацистского вермахта, ну и прочей-прочей, значит, нечисти, которая все-таки стала депутатами нашего госсобрания. Но, как говорится, поздно граждане пить боржоми, почки уже отвалились. Вас никто сейчас уже ни о чем не спрашивает, да, собственно, и 10 сентября вас тоже никто ни о чем не спрашивал. Впрочем, была и одна забавная и любопытная версия. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что Хабиров намеренно натолкал в госсобрание всех этих странных персонажей только для того, чтобы сделать окончательно невыносимой жизнь Константина Толкачева. Хабиров уже несколько лет никак не может выжить Константина Толкачева с поста спикера Башкирского парламента, больно уж добротные у Толкачева покровители в Москве. И вот версия эта гласит о том, что все вот эти вот персонажи Паноптикума сделают жизнь спикера парламента окончательно невыносимой. Ну, как говорится, поживем, увидим. И, в принципе, версия эта, конечно, смешная и не бесспорная. Как, впрочем, бесспорно то, что парламент наш башкирский окончательно дискредитирован наличием всех вот этих персонажей. Команда Хабирова бьется насмерть за судьбу Рустема Авзалова. И на минувшей неделе им удалось убедить Верховный суд Республики Башкортостан перенести разбирательство по злоупотреблениям Рустема Авзалова и его подельника Виктора Жулькова из города Уфы в город Сибай, в родной Авзалову Сибай. Там и судьи все родные, и журналистов никаких нет. А то Неравен час опять наговорит Рустем Ахмедкаримовича лишнего что-нибудь про экскременты, и все это опять попадет в прессу. Вообще, конечно, борьба между правоохранительными органами и командой Х, конечно, идет не на жизнь, а на смерть. Каждый новый министр, попадающий под суд, а потом уже попадающий как бы либо в тюремное заключение отбывать наказание, либо там под какой-нибудь домашний арест, это, конечно, огромная жирная отметка со знаком минус в карму команды Х. Количество высших чиновников Республики Башкортостан, которые либо находятся под судом, либо уже получили уголовные приговоры, конечно, зашкаливает, и Башкортостан сейчас, наверное, может конкурировать только с какой-нибудь Махачкалой, Дагестаном, вот по количеству осужденных чиновников действительно высокого ранга. Кроме всего прочего, на минувшей неделе, например, удалось избежать уголовного наказания одному из чиновников мэрии Уфы, который просто напрямую брал взятки на свою собственную карту. Он получил условный срок, и, ну, я, честно говоря, здесь недоумеваю. У нас, как говорится, мешок картошки украдешь как бы двушечка, а то и пять лет. А если ты систематически на свою собственную карту получаешь взятки от предпринимателей по вопросу, который ты курируешь, за это можно получить только условный срок. Вот удивительная разборчивость башкирского правосудия. Но, повторюсь, идет некая борьба и битва между силовиками и командой Х. В Башкирии продолжаются поджоги. В этот раз, правда, обошлось без поджога военкоматов и инфраструктуры российских железных дорог, но 15 сентября около жилого комплекса «Серебряный ручей» в Уфе был подожжен и сгорел, собственно, японский внедорожник заместителя главы администрации Благовещенского района Никиты Дмитриева. Этот чиновник курирует в администрации вопросы строительства, и однозначно сразу же связал этот поджог со своей профессиональной деятельностью, высказав это лично. При этом сам Дмитриев утверждает, что явных конфликтов в профессиональной сфере у него никаких не было. Вот тут возникает некий парадокс и противоречие. Тогда почему машину-то сожгли? Причем, судя по камерам видеонаблюдения, ее сожгли совершенно целенаправленно, это не был никакой акт вандализма, там случайные мальчишки что-то сделали. Нет, там заложили какое-то устройство, которое сработало через какое-то время, то есть, ну, там все было как бы продумано. Ну, следствие, конечно, разберется. Вопросов, конечно, тоже много. Ну, и, например, почему чиновники башкирских районов постоянно проживают в Уфе и тратят такое огромное время на перемещение к своему рабочему месту? Ну, конечно, это не вопрос следствия, но это вопрос наш, например, к господину Дмитриеву. Наконец-то стало известно, что проект реконструкции и реставрации монумента Салавата Юлаеву прошел экспертизу и утвержден. Как говорится, не прошло и три года. Согласно проекту, ремонту скульптуре подлежит практически все. То есть, от конструкции самой скульптуры и ее внешней оболочки и до основания даже часть холма нужно реконструировать, потому что тяжеленная вот эта скульптура начинает сползать в реку. Кроме всего прочего, в проекте все-таки предусмотрен полный демонтаж скульптуры, металлической ее части, опускание на землю в какой-то специальный ангар либо созданное для этого помещение около, и вот, значит, все будет происходить именно так. Потому что первоначально были варианты и ремонтировать Салавата Юлаева на месте, там, где он сейчас стоит, в общем, не получается. Скульптуру демонтируют, что само по себе будет, конечно, эпическим событием. Несмотря на то, что проект реконструкции утвержден, абсолютно ничего не известно о сроках реализации этого проекта. Понятное дело, в бюджете Башкирии денег на подобный масштабный проект нет. И на фоне того, что федеральный бюджет все больше и больше беднеет и гуманитарные статьи расходов в этом бюджете постоянно сокращаются или даже обнуляются, надеяться на то, что Москва выделит деньги на ремонт памятника персонажу, который, собственно, всю свою жизнь боролся с Москвой, по меньшей мере наивно. В своих выпусках мы много раз упоминали о проблемах с Зининской развязкой. И проблемы эти очевидны не только нам, но, например, еще и прокуратуре, которая сделала предостережение подрядчикам и заказчикам этого проекта о недопустимости срыва сроков. После этого работа там зашуршала быстрее, но тут случилось страшное. Выяснилось, что четвертая опора Зининской развязки непозволительно перекосилась аж на 100 миллиметров, и неизвестно, пойдет ли этот процесс дальше. Ситуация очень опасная, и были наняты некие эксперты, которые до 15 сентября должны были вынести свой вердикт, возможно ли дальше эксплуатировать эту опору, или нужно что-то предпринимать. Но, к моему удивлению, не дожидаясь результатов экспертизы 15 сентября, уже 13 сентября начальник управления по строительству мэрии Уфы Константин Паппе объявил срок сдачи объекта, максимально возможный по контракту 30 ноября, и прозрачно намекнул, что все с развязкой нормально. Может быть, господин Паппе и знает что-то больше, чем говорит. Но нас это точно не утешает. Лично я через эту развязку постараюсь не ездить. А то Бог его знает, этого Паппе, на каких основаниях зиждется его утверждение, что все нормально. Пока не будут обнародованы результаты вот этой экспертизы, желательно с подписями экспертов, поверить в утверждение этого самого начальника довольно сложно. Как бы ни было нам жаль уходящего лета, отопительный сезон уже буквально на носу. Как только среднесуточная температура станет плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд, положено будет включить центральное отопление в многоквартирных домах. Однако не во всех населенных пунктах республики Башкортостан все так безоблачно с готовностью к отопительному сезону, как это звучит в докладах госпожи Головановой. Город Мелиус столкнулся с юридической коллизией. В отсутствии полноценных управляющих компаний в городе администрация была вынуждена распределить многоквартирные дома между обслуживающими организациями и заключать с ними договора. Договора подразумевают наличие лицензий. Собственно, весь этот процесс произошел без конкурса. Прокуратура в определенный момент оспорила это решение, и теперь непонятно, кто будет обслуживать и готовить дома к зиме. В городе Мелиузе достаточно много многоквартирных домов. Совершенно непонятно к тому же, куда идут платежи жителей за коммунальные услуги. Вот жители-то все-таки дисциплинированно платят. И регулярно эти деньги куда-то идут. По факту, довольно большое количество домов, с юридической точки зрения, в Мелиузе не обслуживается сейчас никем. Ну, то, что несколько многоквартирных домов в Мелиузе не готовы к отопительному сезону, это абсолютно медицинский факт. Как факт и то, что местная администрация, пожалуй, должна сейчас в срочном порядке начинать договариваться с прокуратурой о том, что сначала нужно вникнуть в проблему, а потом уже возбуждаться и рубить с плеча. Безусловно, прокуратура де-юра была в своем праве и усмотрела формальные нарушения. Но нужно было бы еще и разобраться, а каким образом эти нарушения можно было избежать. Ну, в общем, тут либо все вот эти инстанции и эксплуатирующие организации вместе кинутся решать эту проблему, либо несколько десятков многоквартирных домов в Мелиузе по зиме отопление могут не получить. Последние исследования социологов и урбанистов как-то уж очень резко опускают столицу Башкортостана в рейтингах российских городов. Вот, например, аналитики Внешэкономбанка утверждают, что рейтинг мобильности жителей Уфы так низок, что она не входит даже в десятку по России. И куда, позвольте, делись громогласные успехи и победы дорогого Ради Фаритовича на Ниве транспортной реформы. А вот исследование социологов портала «Суперджоп» утверждает, что жители Уфы на третьем месте по количеству жалоб на дороговизну жилья, продуктов, транспорта, услуг и прочих благ в нашем прекрасном городе. Просто ужас какой-то. Может быть, пора запретить и социологию, и статистику? А что же, спросите вы, наша мэрия? В ужасе? В депрессии? Да ничуть. Мавлиев продолжает креативить. Вот на Медне решил установить на набережной Уфы неоклассическую колоннаду в греческом стиле. Внутри колоннады Ратмир Рафилович пожелал видеть два бюста. Не просто бюста, а бюста на постаментах. Впрочем, персонажи этих бюстов пока не разглашаются. Но я не удивлюсь, что один из них будет Путин, а второй будет Хабиров. Правда, нужно очень тщательно и внимательно определиться, кто слева, а кто справа. И немаловажно сделать постаменты повыше, а то мало ли что. Впрочем, Ратмир Рафилович и о важных делах не забывает. На минувшей неделе он сообщил, что снегоплавильный завод по улице Саги-Тагиша окончательно готов. Ну, помним, что он нам обещал его еще прошлой зимой запустить, но что-то там не заладилось. Так вот, теперь юный мэр города Уфы готов возводить подобные заводы во всех районах Уфы. Во что это обойдется городской казне, даже предположить страшно. А об экологии в районах этих заводов пускай думают горожане, соседствующие с этими испарителями канцерогенов. Но вот в чем, собственно, нет сомнения, это в том, что мэр Уфы стремится диверсифицировать свои бизнес-интересы, и он теперь стремительно уходит от решения только вопросов освещения города и начинает заниматься еще расплавлением снега. В Уфе наконец-то завершилась история с требованиями возмещения за незаконный арест и содержание под стражей пенсионеров от Хулы Исхакова. По решению Уфимского суда Исхаков получит компенсацию в 31 миллион рублей за 13 лет незаконного заключения, которое случилось с ним в 50-60-е годы прошлого века. Я посчитал, и это примерно 6,5 тысяч рублей за каждые сутки в тюрьме или лагере. Много это или мало, вопрос, конечно, не юридический, а скорее риторический. Невозможно оценить моральные и физические страдания в рублях, но можно радоваться на самом деле номинальной справедливости. Потому что эта самая справедливость – большая редкость в нынешней России. Ведь, как говорится, могли бы и бритвой по глазам. И, конечно же, надо отметить не только настойчивость самого Фатхулы Исхакова, который чуть ли не 50 лет бился за свою реабилитацию, но и многолетний труд Виталия Буркина, юриста, который занимался этим делом. Без его упертости и веры в результат ничего бы точно не получилось. Без преувеличения могу сказать, что Виталий Буркин – один из самых ярких и талантливых юристов современного Башкортостана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова